Всем привет! Настало время читать объекты РУ фонда. SCP-1020. РУ. Объект русского филиала фонда SCP. Обитатель. Объект номер SCP-1020. РУ. Класс объекта Евклид. Особое условие содержания. Объект должен быть изолирован от посторонних под предлогом ремонта. Ремонтные работы должны проводиться по графику согласно SCP-1020-2. Обо всех аномальных событиях, замеченных внутри объекта, следует докладывать. В свете аномального события номер 2, спуск в подвал дома категорически запрещен. Общение с SCP-1020-2 разрешено. Однако в разговоре следует соблюдать вежливость и не провоцировать субъект на агрессивные действия. И не называйте его домовым. Он бесится, когда слышит это слово. Примечание доктора Б... Описание. SCP-1020. Старый девятиэтажный дом на окраине города. Точный год постройки установить не удалось. Строение не является жилым домом. И, по всей видимости, никогда им не было. Однако все квартиры обставлены мебелью и предметами быта. Одним из аномальных свойств объекта является то, что все местные жители вспоминают о нем только когда видят и мгновенно забывают о здании, выпустив его из поля зрения. Дом не значится ни в каких документах местных органов муниципалитета. На приезжих этот эффект не распространяется. Однако в настоящий момент никто из проживающих в этом районе иногородцев не обратил внимание на аномальные особенности объекта. SCP-1020-2 по всей видимости единственный жилец объекта. Он выглядит как высокий худой человек лет 35-40. У субъекта редкие темные с проседью волосы, густые брови и серые глаза. Очевидцы описывают взгляд субъекта как чрезвычайно пронзительный. По словам субъекта, его зовут... И он живет в этом доме около... Лет. Что представляется сомнительным, поскольку в то время домов подобного типа не строили. На вопросы о своей биографии он отвечает весьма неохотно. И чрезвычайно раздражается при вопросах о своем происхождении и истоках своих сверхъестественных способностей. Характер субъекта оценивается психологами как чрезвычайно скверный и социопатический. Аномальная особенность субъекта заключается в том, что он способен к практически мгновенному неограниченному перемещению в пределах дома. Заключается это в том, что субъект погружается в ближайшую стену, а в следующее мгновение выходит в любой другой стене в пределах здания. Кроме того, дважды зафиксировано погружение в пол. Один раз падение с потолка. Вторая аномальная особенность SCP-1020-2 – способность влиять на все предметы быта и мебелировку комнат внутри дома, а также в ограниченных масштабах на планировку. Помимо этого, он способен следить за происходящим в любой точке здания. Для этого он погружается в стену частично, в большинстве случаев погружая только ладонь. Ввиду этих способностей, вступать в контакт с субъектом при нежелании последнего невозможно. Он будет избегать встречи с исследователями, зная о каждом их шаге. По всей видимости, SCP-1020-2 не нуждается в пище и воде. Кроме того, он никогда не покидает здание SCP-1020. Вопрос о том, способен ли он на это действие, субъект проигнорировал. Приложение 1. Неполный перечень аномальных событий, зафиксированных внутри здания. Данные удалены. 4. Агент Синицын обнаружил в одной из спален четвертого этажа каких-то хреновых тварей под кроватью. По описанию, они напоминали SCP. Позднее описанных существ на месте не обнаружили. 5. Во время интервью с SCP-1020-2 со второго этажа начал доноситься громкий ритмичный стук. Субъект уверил, что он здесь ни при чем. Источник звука обнаружен не был. Акустическая аномалия продолжалась 34 минуты, после чего исчезла. 6. Все объекты из квартиры номер 69 в течение 63 секунд отбрасывали двойную тень, несмотря на наличие только одного источника света. Приложение 2. Объект привлек внимание фонда после новости о том, что группа хулиганов, проникших внутрь заброшенного дома, получила там серьезные психологические травмы. Двое скончались от инфаркта внутри здания. Остальные рассказывали о привидениях и глазах в стене. Расследование фонда привело к обнаружению аномальных свойств объекта. Когда SCP-1020-2 попросили прокомментировать этот эпизод, он сообщил, что всего-навсего высунул лицо из стены, чтобы попугать этих засранцев. Приложение 3. За месяц до обнаружения объекта фондом в этом районе бесследно пропал боевой отряд ГОК. В настоящее время расследуются возможные связи с этим событием и объектом. Отчет об инциденте 1020-05-06. 11 часов 15 минут. Группа ученых под руководством доктора Л. Начинает подготовку к несанкционированному эксперименту. Подготовка заключается в перемещении внутрь объекта. Ящика взрывчатого вещества, а именно удалено. 11 часов 18 минут. SCP-1020-2 по всей видимости заметил приготовление и начинает проявлять признаки беспокойства. 11 часов 20 минут. Приготовления полностью завершены. Два нижних этажа заминированы. 11 часов 21 минута. SCP-1020-2 возникает из стены перед доктором Л. И осведомляется о цели приготовления. 11 часов 21 минута. Доктор Л. Игнорирует вопрос и предлагает субъекту интервью. 11 часов 21 минута. Субъект с негодованием отказывается и повторяет вопрос. 11 часов 21 минута. Доктор Л. Сообщает субъекту, что ящики с удалено представляют собой дополнительный стимул для интервью. Поскольку, если вы таки сейчас не заговорите, то взлетите вместе с этим домиком на воздух. 11 часов 22 минуты. Субъект приходит в ярость и наполовину погружается в стену. 11 часов 22 минуты. Два ящика из... Проваливаются сквозь пол. 11 часов 22 минуты. Стены в комнате, где происходил разговор, начинают сжиматься. 11 часов 22 минуты. Субъект погружается в стену целиком. 11 часов 23 минуты. Субъект возникает из стены в коридоре и начинает насмехаться над сотрудниками фонда. Стены продолжают медленно сжиматься, а выход из помещения отрезан... ...лезвиями, под разными углами, появившимися из косяка. 11 часов 24 минуты. Агент Синицын покидает заранее оговоренное место. 11 часов 24 минуты. Агент Водных покидает заранее оговоренное место. 11 часов 25 минут. Агенты Синицын и Водных, подкравшись к ССПИ 1020-2 сзади, отрывают его от пола и препятствуют контакту со стенами помещения. Сжатие стен прекращается. Субъект начинает грязно ругаться. 11 часов 26 минут. Агент Водных освобождает проход от лезвий и ученые покидают помещение. 11 часов 26 минут. Доктор Л... ...снова предлагает субъекту интервью. Субъект отказывается повторно. 11 часов 27 минут. По приказу доктора Л... ...агент Синицын дистанционно детонирует один из ящиков на втором этаже. 11 часов 27 минут. Ящик взрывается. Субъект кричит от боли. 11 часов 27 минут. Доктор Л... ...вновь предлагает интервью, угрожая взрывом всех остальных ящиков. С 11 часов 28 минут. По 11 часов 45 минут. SCP-1020-2 отвечает на вопросы. Впоследствии доктор Л... ...получил взыскание. Мы, конечно, получили уйму полезной информации. Но все-таки это не наш метод. Наносить урон аномальному объекту класса Евклид. С целью всего-навсего задать несколько вопросов. Это чересчур. О-5. Протокол интервью 1020-3. Опрашивающий доктор Л... ...опрашиваемый SCP-1020-3. Доктор Л... Итак, вы готовы отвечать на вопросы? SCP раздраженно. Да, доктор. Итак, первый вопрос. Каково ваше имя? SCP. С большим раздражением. Проблемы с памятью? Черт бы вас всех побрал. Доктор. Хорошо, сколько вам лет? SCP. Доктор. Данные сходятся с тем, что вы уже сообщали. Ладно. Как долго вы проживаете в этом доме? SCP с рождения. И я вам... Ругательство удалено. Это уже говорил доктор. То есть... Лет. Только напоминаю. Дома такого типа начали строиться только... Лет назад. Небольшое несоответствие, да? SCP. Никакого несоответствия. Я родился в 2000... Году. Субъект поспешно замолкает. Доктор. Улыбаясь. Очень интересно. То есть вы, получается, пришелец из будущего? Пришли сюда вместе с домом? Занятно, занятно. И как же вам такое удалось? Субъект молчит и не отвечает на вопросы. Доктор. Зайдем с другой стороны. Откуда у вас эти способности? Молчание продолжается. Доктор. Качая головой. Ладно, вы меня вынуждаете. Агент Синицын. Пожалуйста, взорвите-ка тот ящик в квартире 18. Ну, который мы в сортире оставили. Субъект начинает вырываться из рук охранников. SCP. Ругательство удалено. Все расскажу. Все. Только не взрывай. Ругательство удалено. Доктор. Есть контакт. Агент Синицын. Отбой команды. Итак, расскажите подробнее. SCP. Ладно, я проводил опыты и эксперименты. Доктор. Какого рода эксперименты? SCP. Данные удалены. Доктор. И в результате приобрели эту связь с созданием? SCP. Да, полный резонанс оболочек. Удалено. Взаимопроникновение живого и искусственного. Искажение темпорально-биологической координаты. Только возникли непредвиденные последствия. Доктор. Какие? SCP. В ярости. Ты ж сам догадался, умник чертов. Твой гребаный взрыв чуть не оторвал мне палец ноги. Я даже выйти не могу из этого чертова здания. Умереть не могу. Полное удалено. Все события резонируются между собой. Доктор. Кое-что прояснилось. Могли бы сразу сказать, а не лепить горбатого. Однако один момент все еще остается темным. Как вы оказались в нашем времени? SCP. Спасался. Доктор. Отчего? Данные удалены. Доктор. Тогда вы решили переместиться во времени? SCP. В пространстве. Эти изыскания я тоже проводил, так что сместить координаты удалось успешно. Но только вместе с домом. А еще эти помехи? Удалено. Прохождение стены Акера. Короче говоря, никого живого в доме не осталось. Все либо сдохли во время переноса или по пути, или преобразились. Знаете, чего этот дом понахватался во время прохождения стены? Впрочем, знаете, вы же здесь каждый угол обшарили. Умники. Голоса, звуки, тени, один подвал чего стоит. Доктор. Вы многое объяснили. 1020-2. Спасибо за сотрудничество. Синицын водных. Готовьтесь к утилизации взрывчатки. Конец протокола. Итак, у нас имеется беженец из альтернативной реальности. По всей видимости, переживший конец света класса XK. Спасли его только сомнительные оккультные эксперименты. Кстати говоря, информация, полученная от объекта, во многом совпадает и согласуется с материалами SCP-1059-RU. Есть над чем поразмыслить. Доктор Ло... Субтитры создавал DimaTorzok